Здравствуйте, зрители! Сегодня гость нашего пресс-центра, врач ультразвуковой диагностики, врач-акушер-гинеколог, эндокринолог Светлана Баталовна Баташева. Поговорим мы, конечно же, о здоровье. Светлана Баталовна, расскажите, пожалуйста, как замедлить старение в этом круговороте событий, дней, минут. Расскажите об этом. Да, Альбиночка, здравствуйте. Антиэйдж-медицина, антиэйдж-направление, это антивозрастная медицина, которая включает в себя несколько направлений медицины, как гинекологии, так и диетологии, так и психологии, генетики, иммунологии. И в целом, тут цель такова, чтобы замедлить старение организма в целом. Конечно, сейчас такой время, мы все все понимаем, очень много стрессовых ситуаций, очень много различных ситуаций, которые подводят к тем или иным заболеваниям, провоцируют те или иные заболевания. Но, тем не менее, каждый человек может, находясь даже дома, максимально постараться для того, чтобы сохранить свое здоровье. Есть различные причинные факторы, если их как-то очень коротко о них говорить. Это, конечно, стрессы, как я уже сказала, в первую очередь. Далее, это вредные привычки, курение, алкоголь. Это такие заболевания, как сахарный диабет, например, который также приводит к нарушению работы системы организма. Я беру как пример сахарный диабет. Как мы можем видеть эти проявления? Это повышенная утомляемость, это повышенная усталость, выраженное выпадение волос, постоянная утомляемость, депрессивное состояние, нервозность людей, это отечность постоянная у людей. То есть, такие симптомы, они уже говорят о том, что идет сбой в организме человека. Что мы можем для этого сделать? Мы максимально должны обратить внимание на сон, мы должны обратить внимание на питание, которое мы употребляем. Максимально исключить из рациона питания фастфуды, насколько это возможно. Питьевой режим очень важен. Без питьевого режима мы не можем восстанавливать также эндритические запасы организма. Вот эти все моменты, они играют очень большую роль. Конечно, сейчас также очень выраженный пассивный режим у людей, то есть малоактивный образ жизни. Это тоже играет очень большую роль. Нужно добавить побольше активности, физических нагрузок, пусть это будет в домашних условиях, это фитнес-центры, кому как удобно. Сон очень важный фактор. И, конечно, питание. Какие-то анализы нужно сдавать? Да, анализы, то есть медицинская часть этого вопроса, она очень важна. И бывает так, что только тех условий, которые мы создаем дома, нам недостаточно. И необходима уже медикаментозная терапия, но под контролем врача. Я прям еще раз хочу повторить, чтобы назначение делал именно врач. Так как сейчас, к сожалению, есть такие тенденции, что назначениями препарата занимаются не только врачи. Не хотелось бы, чтобы так было. Есть анализы, есть такие показатели, которые рассказывают об энергетических запасах человека, о состоянии, насколько справляется организм с той или иной ситуацией в целом. Давайте поговорим в период эпидемии, гриппа, ОРВИ, ОРЗ, про восстановление. Как восстановиться после болезни? После любого заболевания организм претерпевает определенные стрессы. И эти стрессы нужно восстанавливать. Вернее, надо стрессы убирать и восстановить организм. Для этого, опять же, на первом месте, конечно, это питьевой режим, вопрос питания, непосредственно домашние условия пребывания, сон, исключить максимально все стрессовые факторы, насколько это возможно, конечно, сейчас. И медицинская часть с доктором, кто ведет семью, семейного доктора, доктора участкового, проверить все свои минералы, витамины, дефициты и далее уже корректировать эти результаты. Скажите, Светлан, вот вы ведете прием в регионах, вы ведете прием в столице, к вам приезжают из-за рубежа. Отличаются ли пациенты по миру? Расскажите об этом. Так сложилось, что последние вот несколько лет, постковидное такое, скажем, да, как говорится сейчас пространство, мы непосредственно приемы не ведем за границей, но тем не менее мы постоянно на онлайн-консультациях. Огромное количество наших соотечественников, которые живут в разных странах, Австралия, Канада, в Америке, Аргентина, ну и, конечно, в целом по Европе, арабские страны, которые приезжают, прилетают на приемы в Москву, хоть есть сложности определенные сейчас с перелетами, но тем не менее они это делают. И также есть их, скажем так, иностранные друзья, назовем это так, наверное, друзья, с которыми они когда-то поделились контактами, они также, не все, но к определенной части они также прилетают в Москву, и мы их там обследуем. Есть, конечно, отличия, небольшие, определенные, есть, но в целом, конечно, организм, он у всех людей, он схожий, то есть базовые какие-то моменты, мы все очень похожи. И есть нюансы, но они такие не сильно значительные, наверное, и я бы хотела еще отметить, что они когда прилетают в Москву, ну в Россию, да, к нам на приемы, это обходится в разы в плане прайса дешевле, но в плане качества мы никак не уступаем, и они понимают, что это достаточно качественные услуги, поэтому достаточно развит сейчас и вот этот момент. Я бы хотела отметить такой момент, что Карачаево-Черкесия, она, конечно, процветает сейчас очень, чему я безумерно рада. Ну и, конечно, это руководство наше, да, которое уделяет столько времени и внимания тому, чтобы развивалась и коротология, и туризм, шикарная идея, шикарные направления. Максимально, конечно, хочется, чтобы к нам побольше людей приезжали из-за границы в том числе, где бы я не была в тех странах, где я была, ну и по поводу конгрессов, вот мы часто летаем, ты видишь и природу разную, и культуру, но приезжая в Карачаево-Черкесию, я понимаю, что лучше этих гор нету, конечно. Это родное, это красивее, это лучше. И такой момент хотела бы еще подключить, что нужно обращать внимание больше все-таки на реабилитацию, как это было раньше. Это и сейчас есть, но не настолько развито, как это было ранее. По поводу санаторно-курортного лечения, по поводу в целом реабилитации пациентов, конечно, нужно это внедрять и расширять эту линию, так как все-таки правильная реабилитация после перенесенных заболеваний, после родового состояния, оно играет большую роль и дает очень такой мощный вклад в здоровье. Скажите, пожалуйста, что бы Вы пожелали своим пациентам, да и вообще всем людям мира? Альбиночка, ну как так у нас с Вами сложилось, что я всегда желаю любви к себе, сердца, доброты побольше, развивать это качество свое. Конечно, я желаю сейчас еще терпения. Терпения, понимания, как всегда, наверное, я это говорю, крепкого здоровья. Но здоровье включает в себя много факторов. Здоровье – это и наше мышление, и наш подход вообще в целом к жизни, к людям, отношения. Опять же, вера во Всевышний, это у меня всегда основным таким фоном стоит. Учитывая все эти моменты, конечно, здоровье будет у людей. Спасибо Вам за такое уютное, теплое интервью. До новых встреч!